Что если я скажу, что каждую секунду ваше тело пронизывают насквозь квадриллионы объектов, а вы этого даже не замечаете? Да, это всего лишь элементарные частицы, но они двигаются со скоростью света, обладают энергией массой и могут взаимодействовать с материей, составляющей ваше тело. Некоторые из них родились практически вместе со Вселенной, некоторые в недрах звезд, а некоторые в банане, которые вы съели за завтраком. Так что же из себя представляют нейтрино? Самые загадочные элементарные частицы во Вселенной. Космо. Первый космический. 20-30-е годы XX века ознаменовались чередой важных открытий в сфере ядерной физики. Однако в науке часто бывает, что ответ на один вопрос порождает несколько новых загадок. Так и было с явлением бета-распада, одним из типов радиоактивного распада, при котором выделяется насыщенный энергии электрон. Эксперименты показывали, что вылетающий электрон имеет скорость заметно меньше расчетной. Это означало, что часть энергии, выделяющейся при ядерной реакции, куда-то исчезает. Было даже высказано предположение, что при бета-распаде нарушается закон сохранения энергии, один из фундаментальных законов природы. Вторая гипотеза оказалась гораздо менее фантастической. В 1930 году известный швейцарский физик Паули высказал предположение, что часть энергии уносится неизвестной ранее частицей, крайне слабо взаимодействующей с материей. Эту частицу назвали нейтрино. Из-за того, что нейтрино очень неохотно взаимодействует с материей, их экспериментальное открытие затянулось на долгие годы. Только в 1956 году американские физики Фредерик Райнес и Клайд Коуэнс могли обнаружить нейтрино, используя для этого резервуар с 240 литрами солевого раствора и 110 чувствительными фотодатчиками. Резервуар был помещен рядом с ядерным реактором на глубине в 12 метров под землей, чтобы исключить влияние космических лучей. В результате экспериментаторы получили убедительные доказательства существования новой элементарной частицы. Нейтрино – одна из самых распространенных и, пожалуй, самая неуловимая частица во Вселенной. Их лишь в три раза меньше, чем фотонов. Нейтрино настолько малы, что свободно пролетают сквозь толстые слои вещества, например, через планеты или звезды. Нейтрино способен пролететь от одного конца Вселенной до другого, ни разу не столкнувшись с другой элементарной частицей. Если взять квадратный сантиметр земной поверхности, то каждую секунду через него проходит 60 миллиардов нейтрино, и абсолютное большинство из них пролетает Землю насквозь. За всю жизнь сквозь тело человека проходит порядка 10 в 24 степени этих элементарных частиц. Но лишь одна из них прореагирует с веществом, составляющим ваше тело, не нанеся заметного вреда. Вероятность реакции нейтрино с веществом напрямую зависит от его энергии. Частицы высоких энергий реагируют чаще. Поэтому солнечные нейтрино, имеющие относительно небольшую энергию, спокойно пролетают сквозь планеты и звезды. А детекторы ловят в первую очередь высокоэнергетичные частицы. Для обнаружения космических нейтрино используют специальные массивные установки. Так, детектирующий комплекс нейтринной обсерватории Сетбори представлял собой акриловый шар диаметром 12 метров, установленный в старой шахте на глубине двух километров. Внутри располагалось тысячи кубометров раствора поваренной соли в тяжелой воде, а снаружи почти 10 тысяч сверхчувствительных датчиков, окружающих сферу со всех сторон. Вся эта конструкция была помещена в 30-метровую сферу, выдолбленную в скалистой породе и заполненную простой водой. Японский супердетектор Камио Канды содержит 50 тысяч тонн воды и более 11 тысяч датчиков-фотоумножителей. А детектор Ice Cube, расположенный в Антарктиде, имеет рабочее тело объемом 1 кубический километр. В его роли выступает толща антарктического льда, пронизанная множеством нитей, напичканных сверхчувствительными датчиками. Причем этот детектор реагирует не только на нейтрины, которые прилетают с южной стороны планеты, но и те, что врезались в Землю на Северном полюсе и пронзили ее насквозь. Существует три типа, или, как их иногда называют, ароматонейтрина. Это электронная, мионная и таонейтрина, а также их античастицы. Итого шесть видов. Электронные нейтрины в шесть раз сильнее тормозятся материей из реакции рассеяния на электронах и были открыты первыми. Два других типа не реагируют с электронами, обнаружить их гораздо сложнее. Все нейтрины могут преобразовываться друг в друга, вызывая так называемые нейтринные осцилляции, но механизм этого процесса до конца не ясен. Существует также гипотеза существования четвертого типа нейтрины, который называют стерильным. Предполагается, что стерильные нейтрины существовали на ранних стадиях существования Вселенной, но весомых подтверждений этой теории пока нет. Нейтрина имеют массу, но она крайне мала. Точность современных измерений не позволяет измерить ее точно, но она составляет не более 0,12 электрон вольта, то есть примерно 2 на 10 в минус 36 степени грамма. Это примерно в 500 миллионов раз меньше массы электрона. Из-за наличия массы и трудноуловимости нейтрины считаются одним из основных компонентов темной материи во Вселенной. Масса всех нейтрина во Вселенной оценивается близко к суммарной массе всех звезд нашей галактики. Вообще, сам факт существования массы у этой частицы не вполне укладывается в стандартную модель – современную теорию, описывающую Вселенную. Объяснение этого факта требует существенного ее расширения. Нейтрина не имеют заряда и не участвуют в электромагнитном взаимодействии. Также эти элементарные частицы не принимают участие в сильном взаимодействии. Из-за малой массы гравитация очень слабо действует на них, и только так называемое слабое взаимодействие влияет на нейтрино в полной мере. Откуда же берутся нейтрино? Часть из них родилась на ранних стадиях развития нашей Вселенной в первые секунды после Большого взрыва. В момент рождения они обладали огромной энергией, но из-за расширения Вселенной эта энергия рассеялась, и сейчас плотность излучения реликтовых нейтронов сравнима с плотностью реликтовых фотонов. Экспериментальное обнаружение этих древних как мир частиц невозможно в настоящее время. Их энергия слишком мала, чтобы современные датчики могли их уловить. Другие нейтрино рождаются в результате радиоактивного бета-распада. Например, изотоп калия калий-40 имеет период полураспада 1,25 миллиарда лет и составляет половину радиоактивного фона Земли. Калий-40 составляет 0,12% от всего имеющегося на Земле калия и содержится во всех растениях, а также рыбе, молоке и грибах. Кроме того, калий содержится в удобрениях, слюдей, некоторых горных породах, минералах и даже в морской воде. В организме человека массой 70 килограммов ежесекундно происходит около 4000 распадов калия-40. А это значит, что ваш организм каждую секунду испускает несколько тысяч нейтрино. Третья группа рождается в недрах звёзд. При температуре порядка 100 миллионов кельвинов атомы третья начинают превращаться в гелий с выделением электрона и нейтрино. В то же время атомы гелия захватывают освободившиеся электроны, превращаясь в третий и также испуская нейтрино. Эти реакции можно было бы назвать обратными друг к другу, если бы не нейтрино, которые в любом случае уносят часть энергии с собой, вызывая охлаждение звезды. В нейтронных звёздах, а также при взрыве сверхновы, возможны реакции между нейтронами и протонами с выделением нейтрино. А при температуре порядка 10 миллиардов кельвинов, достижимой в ядрах тяжёлых и горячих звёзд, нейтроны начинают поглощать позитроны, превращаясь в протоны и также выделяя нейтрино. К тому же становятся возможны реакции аннигиляции электронов и позитронов с выделением пары нейтрино-антинейтрино. Все эти реакции ведут к образованию огромного количества высокоэнергетичных нейтрино, стремительно покидающих место своего рождения. Ведь если фотон, рождённый в центре Солнца, покинет его корону только через 100 тысяч лет, то нейтрино для этого понадобится всего лишь 3 секунды. Нейтринное охлаждение играет важную роль в эволюции звёзд. До 99% энергии сверхновой уносится именно потоком нейтрино высоких энергий. И, наконец, существует ещё один, четвёртый источник нейтрино. Эти частицы рождаются при взаимодействии космических лучей высоких энергий, в основном протонов, с ядрами атомов или реликтовыми фотонами, заполняющими космическое пространство. В результате этих реакций образуются нестабильные частицы мизоны, которые, распадаясь, рождают нейтрино высоких энергий. Например, этот процесс активно происходит в результате бомбардировки атмосферы Земли солнечным ветром. Несмотря на свою трудную уловимость, нейтрино имеет потенциал практического использования. Так эти частицы несут важную информацию о ранних стадиях расширения Вселенной, а также о поздних стадиях эволюции тяжёлых звёзд. Вариантом практического применения нейтрино является развиваемая в последнее время нейтринная диагностика промышленных ядерных реакторов. Детекторы нейтрино способны с высокой точностью измерять нейтринный спектр реактора и регулировать протекание реакции, мощность реакции и состав топлива. Теоретически потоки нейтрино могут быть использованы для создания средств связи, что теоретически делает возможной передачу информации сквозь Землю или связь с глубокими объектами, например, подводными лодками, где обычная радиосвязь недоступна. Нейтрино, образующиеся в результате распада радиоактивных элементов внутри горных пород, могут использоваться для изучения внутреннего состава Земли, а также для поиска залежей радиоактивных элементов. Несмотря на почти вековую историю исследований, нейтрино продолжает хранить множество загадок. Непонятно, являются ли нейтрино и антинейтрино одной частицей или всё-таки разными. Неизвестна точная масса нейтрино, а также не объяснено, почему эта частица в принципе имеет массу. Неизвестны некоторые квантовые свойства этой частицы. Не обнаружена экспериментально очень важная реликтовая нейтрино. Все эти загадки ещё ждут своих решений. В итоге именно нейтрино наряду с фотонами останутся единственными островками материи во Вселенной после того, как она переживёт эпоху чёрных дыр и войдёт в эпоху вечной тьмы. Нейтрино стабильно имеют бесконечное время жизни, а в отсутствии протонов, нейтронов и электронов они даже не смогут столкнуться с ними. Таким образом, рождённые вместе со Вселенной нейтрино пробудут вместе с ней до самого конца, каким бы он ни был. Субтитры создавал DimaTorzok